В США набирает обороты президентская гонка, борьба между возможными кандидатами на высший пост в стране накаляется до предела, и сейчас в прессе, на радио, телевидении всплывают скандальные подробности не только политической, но и личной жизни претендентов. Вот-вот на прилавках появится книга, посвященная скелетам, спрятанным в семейном шкафу уставленника республиканцев Хилари Клинтон. Наш корреспондент Жанна Агалакова уже успела полистать потенциальный бестселлер. Назовите нам три слова, которые наиболее точно характеризуют вас. Три слова, только три. Только три? Да я вряд ли смогу это сделать. Я реальный человек со всеми плюсами и минусами. О своих минусах кандидат в президенты Хилари Клинтон вряд ли расскажет сама. А вот соперники молчать не станут. Они заявляют, улыбка Хилари не более, чем маска. Домашнее насилие со стороны Хилари Клинтон по отношению к Биллу имеет долгую историю. А на Билла его бросалась тяжелыми предметами, царапала и впивалась ногтями до крови. Это цитата из книги «Война Клинтонов с женщинами», которая вот-вот появится на прилавках. В ней утверждается, что бывшая первая леди и госсекретарь распускает руки регулярно. Еще в Арканзасе Хилари могла посреди ночи, не обнаружив мужа губернатора в спальне, приказать охране доставить его из-под земли немедленно. А наутро уборщицы выметали из дома битую посуду. Однажды, когда Хилари стало известно, что в ее отсутствии в Белом доме провела ночь Барбара Стрейзанд, на щеке у президента Соединенных Штатов появилась такая царапина, что даже журналисты заметили. Но больше всего Биллу досталось, когда вскрылась его интрижка с Моникой Левинской. Все происходившее прекрасно слышали охранники и прислуга. Хилари бросала в президента книги пепельницу, что оставила свой след. Она влепила ему такую пощечину, что когда он вышел из комнаты, агенты спецслужб сразу увидели у него на лице красный след. На публике первая чита Америки сверкала улыбками. Но едва поднимались стекла президентского лимузина, Хилари лупила Билла, чем ни попадя. Справедливости ради, нужно сказать, что муж регулярно давал ей повод. Но доставалась от Хилари и охране. В книге утверждается, что она могла последними словами отругать силохранителя, если он отказывался нести ее сумку и вообще никогда не говорила агентам спасибо. Автор книги Роджер Стоун, давний соратник Дональда Трампа, основного кандидата от республиканцев. У него с Клинтон свои счеты. Дата выхода в свет скандальной книги, как и все, что происходит сейчас с основными кандидатами, выбрана не случайно. 13 октября. На этот день назначены первые публичные дебаты претендентов от Демократической партии, основным из которых считается Хилари Клинтон. Один из крупнейших телеканалов страны, который будет транслировать дебаты в прямом эфире, уже несколько дней крутит этот рекламный ролик. Если вы хотите президента, который будет вас слушать, то он перед вами. Однако образ чуткого и справедливого политика, который пытается создать Клинтон, под угрозой. Но Хилари не сдается. Вот накануне в штате Айова без всякой помпы зашла на местный рынок и купила помидоров. А потом откровенно, по-свойски, отвечала на вопросы избирателей. Правда, теперь ее ответы могли показаться двусмысленными. А чем Билл будет заниматься во время вашего президентства? Уж я заставлю его работать. Жанна Агалакова, Борис Леонов, Роман Кудрин, Первый канал, США.